Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. По личным вопросам. Глава Чуваши Михаил Игнатьев провел прием граждан. Зимние, жаркие, твои. В Чувашии стартовали сельские игры. Город может спать спокойно. Единой диспетчерской службе исполнилось 20 лет. Главе Республики за решением вопроса. Сегодня Михаил Игнатьев провел личный прием граждан. Такие встречи проходят регулярно и к руководителю региона обращаются по самым разным темам. Подробности в следующем материале. Встречи в таком формате Михаил Игнатьев проводит не реже четырех раз за год. На очередной прием записались пять человек. Надежда Морозова приехала из Шумерли. Она руководитель муниципального ТСЖ «Октябрь». Жители города волнуют регулярные перебои с подачей тепла. Проблему может решить модернизация котельных. В этом году планируется также строительство блочно-модульных котельных в нашем городе. Особенно в районе ШССР. В этом году мы запланировали три котельные строить. Это по перевелку школьной Чайковского Карла Маркса. Ваш микроэн попадает? Попадает. Все котельные мы запустим к отопительному сезону. Ну да, 1 ноября, когда вот уже нормативы будут обеспечивать. Для этого уже проектно-документация подготовлена, экспертиза проведена. Средства в бюджете мы уже предусмотрели. На постоянном контроле руководителя товарищества собственников жилья и порядок во дворах. Надежда говорит, что региональный оператор вывозит коммунальные отходы по графику без боев. С ноября, с декабря месяца замечательно. Я именно говорю только по своему дому. Я как председатель ТСЖ «Октябрь», например, мусорную вывозят постоянно, постоянно. Пропусков нет. У нас все чисто. Вот для учета, для малобеспеченных семей, для тех, кто на самом деле еще мало зарабатывает или не могут зарабатывать, мы в бюджете для них предусматриваем определенную защиту. Распенсацию какую-то. Все те услуги, которые по стоимости подорожали к уровню или к факту 2018 года. Из Алатарского района главе региона приехал Валерий Кузин с надеждой решить вопрос газификации улиц. Три года назад он возвел жилой дом в селе Чуварлея, но новоселье пришлось отложить. С супругом террористский капитал вложили. Мы настроены там жить. Но вот сейчас проблема возникла с газом большая. Включение в план по газификации и, соответственно, на заказ проекта по изыскательным работам и проведению работы, соответственно. Там суть в чем проблема? Там очень большая протяженность получается. То есть практически 2,8 км газопровода надо провести. Михаил Игнатьев ответил. Земельные участки в Чуварлеях газифицируют. Начинать надо с проектной работы. Вот один вариант, если газопровод 2,8 км, 2800 метров протянем. Или другой вариант. Емкости с жиженным газом, и они будут обеспечивать населенный пункт. А касаясь уже самой работы, конкретной работы, это реально можно начинать уже и завершить в 2020 году, если нормально будет. Это и такое поручение нам. Леану Суркову из Кугес интересует, когда в районной больнице начнется капремонт педиатрического отделения. Там и двери, и полы ветхие уже очень давно. Выделили мы сейчас при уточнении бюджета 5 миллионов, почти 220 тысяч рублей, для того, чтобы начатые работы там все завершили. Вот где-то к 1 октября они должны завершить все эти работы. И вам доложить, и нам доложить. Личные приемы у главы региона зачастую становятся последней инстанцией для тех, чья проблема не решается долго. Все просьбы Михаил Игнатьев адресовал властям муниципалитетов и поручил в сжатые сроки решить актуальные вопросы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Как готовить информацию о чрезвычайных ситуациях? Какие посты и новости блокируются в сети интернет? Как работать в съемочной группе в местах террористических актов? Все эти и другие вопросы сегодня обсудили с представителями средств массовой информации, пресс-служб различных ведомств в рамках учебно-методического сбора. Организатор семинара – Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии. На обучающем семинаре разобрали самые разные случаи. Журналистам еще раз напомнили, как себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации, чтобы не мешать работе силовиков и не пострадать самим. Не отвлекаем специалистов, отвлекаем специалистов при службах. При проведении съемки, при контртеррористической операции, при массовых беспорядках тоже, вот такие бывают моменты, необходимо держаться за спинами полицейских или спецназов в любых опасных ситуациях. Не лезть на рожон, не стоять где-то отдельно. Помимо собственной безопасности на месте съемок или сбора информации, очень важная тема – журналистская этика. Не стоит лезть с вопросами к убитым горем родственникам пострадавших, будь то теракт, авария или другое происшествие. Освещение в газетах, журналах и на телевидении таких тем требует особого подхода. Здесь важен принцип – не навредить и не задеть ничьи чувства. Отдельный вопрос – работа в социальных сетях. Представители Роскомнадзора рассказали участникам семинара, какая информация является запрещенной к распространению в сети и как происходит блокировка сайтов с такой информацией. Сразу пять автомобилей столкнулись сегодня на трассе М7 в Цивильском районе около деревни Табонары. На трассе М7 в Чувашии столкнулись сразу пять автомобилей. Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, влетел в ограждение и встал поперек движения, что и спровоцировало остальные столкновения. Сообщается на официальных аккаунтах ГИБДД, почувавшие в социальных сетях. О пострадавших не сообщается. Сотрудники автоинспекции просят водителей быть максимально осторожными и не превышать скорость. В предстоящие выходные ожидается сильное похолодание и сильная гололедица. Единая дежурно-диспетчерская служба столицы республики отмечает юбилей – 20 лет. Круглосуточная работа специалистов позволяет бесперебойно функционировать городскому хозяйству. Случился пожар, отключилась электроэнергия, запахло газом в квартире. В этих и других экстремальных ситуациях чебоксарцы набирают единый номер 112 или 074. Именно эти люди в первую очередь узнают о чрезвычайных происшествиях столицы Чувашии. Их задача – принять и передать сообщения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Единая дежурно-диспетчерская служба объединяет все ДДС города. Она появилась в марте 1999 года. С этого момента ЕДДС контролирует работу систем жизнеобеспечения города, функционирование инженерных сетей и коммуникаций, работу предприятий и организации системы ЖКХ. По номеру 074 жители Чебоксар могут получить информацию, куда им обращаться при несчастных случаях. По вопросам защиты прав потребителей, обслуживания линий городского освещения, работы светофоров, эвакуации личного автотранспорта и другим. В среднем за год служба фиксирует более 80 тысяч обращений. Республика готовится к столетию автономии. В книжном издательстве вышли в свет книги Владимира Клементьева, посвященные истории становления государственности чувашского народа. Первая книга про истоки. Читателям открывается история освоения нашими предками территории между Сурой и Волгой. Большое внимание уделяется национально-политическому развитию народа в послеоктябрьский период. Вторая книга посвящена периоду образования Чувашской автономной области, а потом и республике. Это 1920-1925 годы. Читатели узнают о нереализованном проекте Чувашской трудовой коммуны, в которую предполагалось включить все территории, где компактно проживало чувашское население Казанской и Симбирской губерний. В обоих изданиях присутствуют документы из Чувашского государственного исторического архива, доклады, письма, обращения, телеграммы и многое другое. Сегодня стартовали республиканские зимние сельские игры. Более 500 участников из разных районов вступили в борьбу за награды. Подробности далее. 124 рывка за 5 минут – это лучший результат своей весовой категории. Екатерина Иванова из Маргаушского района занимается гиревым спортом 9 лет. Впервые попробовала в 9 классе. Тренеры, если они хорошо тренируют, если технику покажут, то так-то поднимать не тяжело. Соревновались в этой дисциплине и мужчины. Перечни состязаний, лыжные гонки, силовая гимнастика, дартс. Что касается дартса, то попасть в яблочко стремились целыми семьями. Разрешу попробовать. Своеобразным видом спорта стали соревнования дойеров и механизаторов. Они показывали свое мастерство в вождении трактора и сборке-разборке доильного аппарата. Интеллектуальные способности участники проявляли за шахматно-шашечной доской. Мы идем как бы в среднее. Надеемся, что выиграем, пока еще соревнования не кончились. Победители и призеры войдут в состав сборной республики. Всероссийские сельские спортивные игры пройдут в конце месяца в Тюмени. Татьяна Летева, Мальвина Петрова, Валерий Резюков, Республика. Чебоксары принимают чемпионат России по настольному теннису глухих. Сегодня финал командных соревнований. В Чувашию приехали сурдолимпийцы из 12 регионов. В числе главных претендентов на победу и попадание на чемпионат Европы в Болгарию и спортсмены из Чувашии. Предварительные встречи по круговой системе позади. Сегодня, накануне, места по командным разрядам. Борьба за звание лучшей команды России. Общее количество участников на чемпионаты России – 52. Основные фавориты на чемпионаты России – это сборные Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Кемеровской области. Основное женское противостояние – Москвы и Чувашии. Сборная нашего региона буквально две недели назад этим же составом выиграла первенство России. Теперь три у мастеров «Малой ракетки» борются за медали чемпионата страны. Сражаться пришлось за каждое очко. Результаты одного засчитывают команде в целом. Уверенно, свою партию отыграла Ксения Анишева. Она уже получила приглашение в состав национальной команды страны для участия в первенстве Европы. Воспитанницы Чебоксарской спортивно-адаптивной школы не намерены уступать ни в командных, ни в личных зачетах. Чтобы попасть в Россию уже в третий раз. В прошлом, я в 2014 году была в Германии. Лучше на третий месяц она, а потом через пять лет в Тайверке снова выигрывать и попасть в Болгарию. В итоге золото командных состязаний у хозяек турнира Ксении Анишевой, Валерии Гайфуддиновой и Екатерины Петровой. Со счетом 3-2 они обыграли спортсменок из Москвы. Технических ошибок у нас больше, но я опять же повторюсь, потому что команда более молодая. Команды Чуваши, они тоже не возрастные, но они более опытные. Они играют уже не первый год в основном составе. Достигли хорошие результаты, я их поздравляю с первым местом. Мы заняли в команде первое место. Дальше сегодня уже после обеда начинается одиночный разряд. И там будет уже борьба за место в сборной на попадание на первенство чемпионат Европы. До 4 марта в Чебоксарах мастера малой ракетки разыграют медали чемпионата страны еще в парном и смешанном парном зачетах. По итогам личных соревнований четыре сильнейших спортсмена у мужчин и женщин попадут в сборную России, которая будет выступать в Болгарии на чемпионате Европы. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Это все новости на сегодня. Впереди вас ждет информация об участниках выставки «Картофель-2019» и другая полезная информация. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных!